Музыка Ждать, надеяться и верить. Оказалось, это про общественный транспорт. В 2016-м плата за проезд поднималась дважды. В феврале и в октябре. А в остальном все по-прежнему. По-прежнему ждем. Все еще недовольны работой общественного транспорта. А что изменится в 2017-м? В году уходящим развернулась настоящая кампания по привлечению внимания властей к транспортной проблеме. Горожане боролись за удобные маршруты и за работу транспорта в вечернее время. И что почти беспрецедентно – побеждали. Жители Белениц в один день оказались в транспортной блокаде. Маршрут через Старокурьяновскую улицу удобный для людей закрыли, не предупредив. Наши дети не смогли уехать в школу. Не приехал ни 108-й автобус по расписанию, ни в 7, ни в 7,25, ни маршрутка. То есть дети пошли по обочине пешком в Курьяново. Кто-то пошел домой, кто-то вызывал такси. То есть добирался кто как мог. Камнем преткновения стала старая трансформаторная будка, которая, по мнению городских властей, опасна для пассажирских перевозок. После многочисленных запросов, в том числе и от редакции нашего телеканала, строение решено было перенести подальше от дороги. Осенью будку демонтировали. Путь теперь свободен и безопасен. Транспортное обслуживание жителей осуществляется двумя межмуниципальными маршрутами. Это маршрут 236 и 130. Через Говядово, Авдотино, 236 и через Курьяново. Не так давно, 16 числа, в стенах департамента состоялось итоговое совещание, куда были приглашены инициативная группа жителей деревни Беляниц, главы Беляницкого сельского поселения, перевозчики, на котором окончательно были сняты все проблемные вопросы. В настоящее время на стендах у остановочного пункта в Беляницах размещено расписание, где граждане могут наглядно посмотреть, когда какое транспортное средство подходит. У перевозчиков непосредственно с гражданами налажен личный контакт, поскольку размещены номера телефонов. В настоящее время проблема снята. Казалось бы, незначительная, но победа совместная и жителей, и властей. Что касается графиков движения, чиновники сами не раз выходили на остановки и мониторили ситуацию, что называется, поближе к народу. Мы не против сотрудничать, работать с инициативными группами, но желательно, чтобы они были не как-то хаотично обращались к нам, а создали некую инициативную группу, которая бы нам помогала в нашей работе, и мониторить пассажиропоток, и мониторить работу, соответственно, транспорта. Чиновники сами не раз выходили на остановки и мониторили ситуацию, что называется, поближе к народу. Но почему-то именно в эти дни автобусов и маршруток было достаточно. По городу даже пустили ночной троллейбус, но успехом он не пользовался. То ли из-за незнания горожан, то ли маршрут не самый удобный. В общем, пилотный проект себя не оправдал. Троллейбус – это, кстати, еще одна тема года. В апреле закрыли ремонтный цех-депо. Горожане испугались, что троллейбус постигнет судьба его старшего товарища трамвая, ныне почившего. Если сейчас, допустим, мой троллейбус через пару-тройку лет сгниет и не сможет выйти на линию, то есть он пойдет на разрезку. А я уверена в скором, что троллейбусы начнут без капитального ремонта просто сыпаться и рушиться. По городу прокатилась волна недовольства. И тут очень кстати пришлись выборы. Рогатого пока оставили в покое. Но надолго ли? Троллейбус к городу обходится очень дорого. Порядка 260 миллионов было направлено в предприятие в 2016 году. И, конечно, вызывает вопрос эффективности освоения данных денежных средств организаций. Самое главное, что мы должны понимать, троллейбус к городу нужен обязательно. Я считаю, что большой потерей для города было закрытие трамвайного сообщения. И, конечно, троллейбус – это очень удобный, очень экологичный вид транспорта, который в Иванове должен быть и должен развиваться. Однако развитие это будет болезненным для предприятия. Снова звучит зловещее слово «оптимизация». Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Определять то имущество, которое является неликвидным, непрофильным, выставлять его на продажу или снимать с баланса данного предприятия. И, конечно, смотреть о том, насколько эффективно используются денежные средства, которые направляет город. И смотреть именно сам троллейбусный парк. Перемены ждут не только электрический транспорт. В следующем году завершится масштабное обследование городского пассажиропотока. Схема движения может измениться кардинально, в зависимости от потребностей жителей. На сегодняшний момент первый этап уже выполнен. Второй этап у нас заканчивается 31 марта 2017 года. И в рамках выполнения второго этапа у нас будет уже полностью предоставлена схема по работе городского пассажирского транспорта. Где надо добавить транспорта, где нам надо уплотнить графики и расписание движения по транспорту, где необходимо поставить дополнительные остановочные павильоны, где разворотные кольца. Со всей этой информацией мы будем обязательно знакомить жителей города Иваново. Как изменится стоимость проезда в 2017 году пока неизвестно. Есть только информация, что вырастет плата за проезд не в январе, как обычно, не раньше марта. Сегодня аргументированных и объективных причин для увеличения стоимости проезда в общественном транспорте на сегодняшний момент нет. При появлении таких факторов мы, конечно, заявки будем рассматривать, но я думаю, что мы к этому вернемся не раньше уже весны, может быть это март, апрель, но опять же при условии наличия аргументированных факторов. Еще одно испытание для городского общественного транспорта – новогодние праздники. Хотя не исключено, что испытывать будут снова терпение горожан. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова